Здравствуйте, ребята! Я знаю, что вы любите мечтать. Каждый раз, когда мои ученики приходят на уроки, они ожидают чудо. Поэтому для вас я приготовила подарок, который я найду в этой удивительной книге. В ней величайшие сказочники мира рассказывают трогательные и поучительные истории. Эти сказки воспитывают нас, человека с добрым сердцем, развивают у нас чувство прекрасного и учат нас жить в гармонии с миром. Надеюсь, что наше сегодняшнее путешествие в сказку будет незабываемым. Шел солдат по дороге. Раз-два, раз-два. Ранец за спиной, сабля на боку. Он шел домой с войны. На дороге встретилась ему старая ведьма. Безобразная, противная. Нижняя губа висела у нее до самой груди. — Здорово, служивый! — сказала она. — Какая у тебя славная сабля! А ранец-то какой большой! Вот бравый солдат! Ну, сейчас ты получишь денег, сколько твоей душе угодно! — Спасибо, старая ведьма! — сказал солдат. — Видишь, вон то старое дерево! — сказала ведьма, показывая на дерево, которое стояло неподалеку. «Оно внутри пустое. Влезь наверх, там будет дупло. Ты и спустись в него, в самый низ. А перед тем я обвяжу тебя веревкой вокруг пояса. Ты мне крикни, и я тебя вытащу». — Зачем мне туда лезть? — спросил солдат. — За деньгами, — сказала ведьма. — Знай, что когда ты доберешься до самого низа, то увидишь большой подземный ход. В нем горит больше сотни ламп. И там совсем светло. Ты увидишь три двери. Можешь отворить их. Ключи торчат снаружи. Войди в первую комнату. Посреди комнаты увидишь большой сундук, а на нем собаку. Глаза у нее словно чайные чашки. Но ты не бойся. Я дам тебе свой синий клетчатый передник. Расстели его на полу, а сам живо подойди и схвати собаку. Посади ее на передник. Открой сундук. И бери из него денег в волю. В этом сундуке одни медики. Захочешь серебра? Ступай в другую комнату. Там сидит собака с глазами, как мельничные колеса. Но ты не пугайся. Сажай ее на передник и бери себе денежки. А захочешь? Тогда станешь и золото. Сколько сможешь унести? Только подойди в третью комнату. Но у собаки, что сидит там на деревянном сундуке, глаза каждой с круглую башню. Вот это собака. Злющая-призлющая. Но ты ее не бойся. Посади на мой передник, и она тебя не тронет. А ты бери себе золото, сколько хочешь. Оно бы не дурно, сказал солдат. Но что ты с меня за это возьмешь, старая ведьма? Ведь что-нибудь тебе от меня да нужно. Я не возьму с тебя ни полушки, сказала ведьма. Только принеси мне старое огниво. Его позабыла там моя бабушка, когда спускалась в последний раз. Ну, обвязывай меня веревкой, приказал солдат. Готово, сказала ведьма. А вот и мой синий клетчатый передник. Солдат влез на дерево, спустился в дупло и очутился, как сказала ведьма, в большом проходе, где горели сотни ламп. Вот он открыл первую дверь. Ах, там сидела собака с глазами, как чайные чашки. И таращились на солдата. Вот так молодец, сказал солдат. Посадил пса на ведьмин передник и набрал полный карман медных денег. Потом закрыл сундук, опять посадил на него собаку и отправился в другую комнату. Ай-яй, там сидела собака с глазами, как мельничные колеса. Чего на меня уставилось? Глаза заболят, сказал солдат и посадил собаку на ведьмин передник. Увидев в сундуке огромные кучи серебра, он выбросил все медики и набил оба кармана и ранец серебром. Затем солдат пошел в третью комнату. Фу ты пропасть! У этой собаки глаза были ни дать ни взять две круглые башни и вертелись точно колеса. Мое почтение, сказал солдат и взял под козырек. Такой собаки он еще не видывал. Долго смотреть на нее, впрочем, не стал. А взял, да и посадил на передник и открыл сундук. Батюшки, сколько тут было золота! Солдат выбросил из карманов и ранца серебряные монеты и так набил карман и ранец шапку и сапоги золотом, что еле-еле мог двигаться. Ну, наконец-то у него завелись денежки. Собаку он опять посадил на сундук, а потом захлопнул дверь, поднял голову и закричал «Тащи меня, старая ведьма!» «Огниво взял?» Спросила его ведьма. «Ах, черт, совсем забыл!» Сказал солдат, вернулся и взял огниво. Ведьма вытащила его наверх, и он опять очутился на дороге. Только теперь и карманы его, и сапоги, и ранец, и фуражка были набиты золотом. «Зачем тебе это огниво?» Спросил солдат. «Не твое дело!» Ответила ведьма. «Получил деньги, и хватит с тебя. Ну, отдавай огниво!» «Как бы не так!» Сказал солдат. «Сейчас говори, зачем тебе оно! Не то вытащу саблю, да отрублю тебе голову!» «Не скажу!» Уперлась ведьма. Солдат взял и отрубил ей голову. Ведьма повалилась мертвая, а он завязал все деньги в ее передник, взвалил узел на спину, сунул огниво в карман и зашагал прямо в город. Это был прекрасный город. Солдат остановился на самом дорогом постоялом дворе, занял лучшие комнаты и потребовал все свои любимые блюда, ведь теперь он был богачом. Слуга, который чистил приезжий могув, удивился, что у такого богатого господина такие плохие сапоги. Но солдат еще не успел обвестись новыми. Зато на другой день он купил себе и хорошие сапоги, и богатое платье. Теперь солдат был настоящим барином, а ему рассказали обо всех чудесах, которые были тут в городе, и о короле, и о его прелестной дочери-принцессе. «Как бы ее увидеть?» Спросил солдат. «Этого никак нельзя», сказали ему. «Она живет в огромном медном замке за высокими стенами с башнями. Никто, кроме самого короля, не смеет ни войти туда, ни выйти оттуда, потому что королю предсказали, будто дочь его выйдет замуж за простого солдата. А короли этого не любят. Вот бы на нее поглядеть», подумал солдат. «Да кто бы ему позволил?» Теперь-то он зажил весело, ходил в театр, ездил кататься в королевский сад и раздавал деньги бедным. Так он все тратил, дотратил свое золото, а вновь-то взять было неоткуда, и осталось у него в конце концов всего-навсего две денежки. Пришлось перебраться из хороших в комнат, в крошечную коморку под самой крышей, самому чистить себе сапоги и даже латать их. Никто из друзей больше не навещал его. Уж очень высоко было к нему подниматься. Раз как-то вечером сидел солдат в своей коморке. Совсем уже стемнело, а у него не было денег даже на маленькую свечку. И он вспомнил про огарочек в огневе, которое взял в подземелье, куда спускала его ведьма. Солдат достал огниво и огарок, но стоило ему ударить по кремню, как дверь распахнулась, и перед ним очутилась собака в глазами точно чайные чашки, та самая, которую он видел в подземелье. Вот так чудо происходит. Ребята, предлагаю вам дочитать эту сказку самостоятельно и узнать, чем же она закончилась.